Знаете, я привет, вы скучали? В какой-то России, не знаю, я не хочу этого всего, реально. Мужа, и тем более парня, я себе тут тоже не найду. А если и найду какого-то, то это безнадёгно со мной, потому что стыдается меня. Скинуть мне фотку своей машины и сказать, что типа, о, давай я покатаю тебя, проедем там, куда-то не стану. И типа, я поехала забрать диплом сама и изменила ему. Ну, посопьюсь, либо, блядь, стану вот этой вот бомжихой подзаборной, которую будут шпилить, типа, любой, кто купит мне мороженое, блядь, бутылку пива. Раз, когда я делаю эти рубрики, у меня каждый раз этот вопрос. Всем привет, с вами Ярослав Ияк, и я хотел бы поговорить по поводу одной новости, на которой накнулся буквально недавно. Наверное, многие её видели по поводу девушки, которая выставляла порнофотографии и видео. У Чернигове судили в местную порнозирку. 24-летняя Анжеліка Гасенко впродовж кількох месяцев снимала видео с полоничкой и выкладала их на одном из перносайтах. Таким чином, сподівалася заработать на рекламных вредах, которые веб-ресурсы выплачивают XX-моделям. Та замість грошей Черниговка мала натримать трёхный слог. Слідчие завели на её криминальную справу за выживание и распространение порнографии. Днями её розглянув в Деснянский районный суд. Она этим занималась и во время войны, когда мы были под оккупацией. После этого интернет пропала, она не вкладывала фотографии, после этого выкладывала. Сторян за хрясную голову. Опять я, привет, вы скучали? Ну, во-первых, во время войны я выкладывала видео, но не записывала, типа, поэтому, ну, тупо максимально. И ещё и они это подали так реально, будто бы в Средневековье сраное. И очень много людей начали писать разносторонние комментарии. Люди разделились на два табора. Одни поддерживали её, другие были, ну, как так, типа, ты что-то делаешь и зачем ты это делаешь, ты нас позоришь. Каждый имеет право высказать своё мнение. Мне, естественно, было интересно услышать мнение Анжелики, я ей написал, она согласилась дать интервью. Сейчас хотелось бы поговорить, собственно говоря, по поводу неё. Начнём, знаете, с чего? С минутки юмора. В общем, это была рубрика «Вопрос-ответ», пиши мне, чел, что-то типа «У тебя запор», а я такая его отвечаю. «Я покакала в обед, всё хорошо, спасибо за заботу». Я с Владимиром поржу, потому что покакала в обед, можно успеить двуяка. Типа, взяла обеденную тарелку и покакала туда. Очень, очень смешно, реально, боже мой, я как школьник. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Теперь смотрите, давайте я объясню, почему я хочу снять это видео. Для того, чтобы все высказались, многие паблики написали. Она лишь в единственном, там, писала какие-то свои комментарии. Я думаю, что человеку тоже стоит высказаться. Может быть, действительно, у неё какая-то трагическая история, и она там этим занималась, знаете. Может, не, хотя, может, её кто-то заставлял даже, мы же этого не знаем. Поэтому, вот, собственно говоря, решил немножечко о ней поговорить. То есть, немножечко о ней, а потом уже, собственно говоря, интервью. Да, ничто так не красит человека, как его Инстаграм. Вот в Инстаграме примерно такого рода фотографии. Вот такого вот. И она их, правда, уже почистила. Большинство из них она удалила. Какая-то часть там осталась. Ну, и в перерывах есть там, где она с ребёнком и с мамой. Что красит человека, да? Его высказывание. Вот она высказывается про Украину. Посты, вот, есть тоже. Их там около пяти штук. Напишите своё мнение в комментариях, что она пыталась этими, там, сообщениями донести. А то я так и не понял. То ли она провоцирует народ, то ли она хочет сказать, что ей без разницы где. Как я говорил один мой знакомый, вы везде пишите, что Украина победила. Хотя половины территории у вас по факту уже нет, никогда не будет. Вы пишите, что у нас цена армия, хотя нигде нет дамы, сколько украинских солдат погибло. Только есть псевдорусские потери. Вы пишите, что вы сильные, хотя ваших женщин и детей насиловали, сколько хотели и где хотели. Где же вы победители? Где же вы сильные? Очень интересно, какую она реакцию ждала, вот, публикуя вот это. Вот, что она ожидала. Вот, как вы думаете, ещё напишите. Вот, она хочет себе найти нормального парня. В городе Чернигой, но говорит, что таких очень мало. Мужа и тем более парня я себе тут тоже не найду. А если и найду какого-то, то это безнадёга, у которого нет бабок, у которого нет ничего. И с которым просто из этого всего никто не хочет быть вообще. Ну, типа, с таким я тоже быть не хочу. Исходя из её речи, в основном парни бедолаги, а она вот такая вот несчастная, может быть. Может быть, у неё какая-то была неразделённая любовь, что она так всё считает. Давайте послушаем, собственно говоря, её, как у неё было в отношении. Однажды я встречалась с чуваком Цеплощи в универе на четвёртом курсе. И, в общем, надо было мне не ехать забрать диплом на урочистому вручине. И я скажу ему, поехали со мной. Он сказал, нет, типа, я не хочу, я не поеду с тобой забрать диплом. Я выкупила, что он не хочет ехать, потому что его какой-то, типа, сраный кент, которому я в итоге не дала, сказал ему, что, а, Анжела Шалава, типа, не святись с ней нигде. В общем, на плюпруме, на всякой фигни. Ну, я выкупила, что он не поедет со мной, потому что стыдается мене. И, типа, не хочет, чтобы нас видели вместе. Воно это очень сильно возмутило. И, типа, я поехала забрать диплом сама и изменила ему в тот же самый день в отместку. И, знаете, я с тех пор не жалею, потому что это было не просто так, типа, а это было, ну, понятно, почему, да? И, блин, это очень даже хороший поступок. Если чел считает, что ты Шалава, то, блин, ничего хорошего с ним не будет. А теперь поговорим, давайте, о ее рассуждениях. Ты как-то предложи... Ну, не знаю, ты как-то предложи нормально обо всем, об этом. Ну, типа, скинь свою фоточку, расскажи, о чем ты занимаешься, расскажи, сколько там у тебя бабла и все остальное. Если ты какой-то нормальный ровный чел, богатенький чуть-чуть, то тогда да. Например, еще такой, Варик, если у тебя какая-то прикольная машина, можешь скинуть мне фотку своей машины и сказать, что, типа, о, давай я покатаю тебя, проедем там, куда-то не стану. На самом деле, я часто делаю подобные рубрики, типа, вопрос-ответ. И у меня постоянно, каждый раз, когда я делаю эти рубрики, у меня каждый раз этот вопрос. Ну, вот, исходя из этого всего, давайте предположим, какие у нее могли быть перспективы здесь, в Украине, и какие у нее есть перспективы на будущее. Вот, собственно говоря, что она говорит. ...написал, куда за границу ты собралась ехать? Еще пока что никуда. Но это, как бы, на будущее, потому что, блин, ловить мне тут явно нечего. Это стопудово. Работу я себе с условкой не найду. Дело даже, типа, не в том, что каждый, блядь, долбоеб об этом знает, потому что не каждый об этом знает, например, да. Ну, типа, мне когда и на это похуй. А дело в том, что будущего у меня тут нет. Это стопудово. И поэтому все, что мне тут светит, это какой-то перепихон за бутылкой пива с кентами, типа, ну, это максимально уебищно. И в стилях какой-то России, не знаю, я не хочу этого всего, реально. Это ужасно. Поэтому у меня нет, тупо, никаких шансов. Если я останусь здесь, я просто либо сопьюсь, либо, блядь, стану вот этой вот бомжихой подзаборной, которую будут шпилить, типа, любой, кто купит мне мороженое или бутылку пива. Я не хочу такого будущего. Мой вариант дохода накрылся, типа, а жить как у ебанская жлобыха я не хочу. Поэтому у меня был, типа, план Б. В случае, если все накроется, тогда я сваливаю. Ну, вот и все. Главное, маме об этом не говорить, просто взять документы, малого и свалить. Ну, типа, если юрист мне скажет, что ты никак не можешь свалиться условным сроком, пока срок не погасится, то, ну, это тупо, блядь, безнадега будет. Тотально. Я не знаю, что мне тут делать. Ну, и сейчас будет, собственно говоря, интервью, и после этого мы подведем с вами какой-нибудь итог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле, как вы видели, интервью нет. По той простой причине, что я ей написал, она согласилась. Потом сказал, давай перенесем там на вторник. Ну, то есть на когда-то. С понедельника я могу. Я сказал, да, окей, давай без проблем. Потому что мне действительно было интересно человеческое мнение. Может быть, у нее что-то не так. После этого вот я посмотрел ее инстаграм, я понял, что, блин, разговор был на самом деле очень даже интересным, как мне кажется, задавая ей вопросы. Задавая ей, мне кажется, даже элементарные вопросы, она нам рассказала очень много чего интересного. И исходя из этого, не знаю, напишите в комментариях ваше мнение, какой она человек. И поменяли ли вы теперь мнение, да, и что не все так однозначно, да, что вот она такая бедная, или может быть что-то не так все-таки вот.